Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», и я, ее автор и ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы пообщаемся с талантливым автором и исполнителем Виталием Тихоненковым. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Автор-исполнитель Виталий Тихоненков родился в 1962 году в польском городе Легница в семье военного. В связи со службой отца в детстве Виталий с родителями, братом и сестрой часто переезжали в разные города и республики, поэтому школу Виталий окончил уже в Узбекистане. Сочинять стихи Виталий Тихоненков начал еще в школьные годы. Позже, освоив гитару, писал уже и мелодии к своим текстам. Все творческие начинания поддерживала мама, которая сама была певицей. Помимо этого, Виталий активно занимался различными видами спорта, что способствовало выбору дальнейшего учебного заведения. В 1984 году Виталий окончил Узбекский государственный институт физической культуры. Затем два года отслужил в вооруженных силах СССР и в 1986 году, работая спортивным корреспондентом, заочно поступил в Ташкентский государственный университет на факультет журналистики. В 90-е годы занимался бизнесом, а в 2005 году переехал со своей семьей в Москву. Весь свой творческий багаж Виталий копил десятки лет и в итоге только в 2010 году вышел дебютный альбом «Не сомневайся». В 2014 году вышел второй диск «Наши ангелы». Виталий активный участник проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». И именно с началом экспедиции в рамках проекта «Общее дело» началась концертная деятельность Виталия Тихоненкова, когда игумен Феодосий Курицын услышал диск Виталия, предложил выступить и организовал серию концертов. Виталий женат, есть дочь и сын. Виталий, в начале нашей программы по традиции я хотел бы задать вам вопрос о вашем детстве, о той среде, в которой вы воспитывались и о вашем музыкальном пути. Родился я в Польше в семье молодого офицера. Много переезжали. В школу я пошел уже на Украине, заканчивал среднюю школу в Узбекистане. Отец связан был с армейским спортом, всю жизнь начальник физподготовки и спорта подразделений. Старший брат – мастер спорта по дзюдо, поэтому очень… Спорт всегда был. Да, спорт в моей жизни играл большую роль. Я занимался в разных секциях, по многу. Вот. И, с другой стороны, мама – он человек очень такой творческий. Когда она в юности жила в Риге, участвовала в конкурсе и победила, и ее без экзамена взяли в консерваторию. У нее от природы оперный голос такой, как все отмечали, замечательный. Но вышла замуж за офицера. Естественно, не сложилась творческая карьера. Вот. Поэтому она всегда очень поддерживала любые мои творческие начинания. Стихи я начал писать достаточно рано, еще в школе. Я понял, что у меня получается рифма, и нашел для себя такую лазейку. Все сочинения я стал писать в стихах. Это 100% 5 баллов. И даже выигрывал. Олимпиада. Олимпиада, да. С этими своими сочинениями. Вот. Потом в то время парень с гитарой – это центр внимания во дворе. Девчонки туда-сюда. Вот. И я научился быстренько играть на гитаре и стал писать письми на гитаре. Вот. С тех пор как-то так играю, сочиняю. Ну, первый ваш диск вышел в середине 2000-х уже, да? Да. В 2010 году. Потому что я не занимался этим профессионально. И потом писал в основном как-то для своих, для близкого круга. И, может быть, не был готов к такой степени открытости. Вот. А потом друзья сказали, давай аранжировку сделаем, по-моему, будет неплохо. Попробовали пару песен – пошло. Но решили диск выпустить. Вот. И вышел диск. Друзьям понравился. Но он для, опять же, был для внутреннего пользования, для друзей. В основном дарил друзьям и так далее. Вот. Но музыка не являлась вашей основной профессией? Нет. Я часто говорю, что вот творчество и спорт – это как два начала – мужское и женское. Мама и папа. От одного и другого. И они как… Но до сих пор это все играет в моей жизни большую роль. Потому что музыка, она вообще создаёт какое-то такое определённое отношение и сопровождает все какие-то важные события в моей жизни. Вот. Был период долгий, когда я в руки гитару не брал и не писал. Но в 2013 году начал работать над новым диском. И это связано, наверное, с какими-то внутренними переменами. Я-то вообще очень поздно крестился. В 2000 году мне тогда было 38, по-моему. Вот. И к вере пришёл поздно. Ну, естественно, через скорби. Когда нам всё замечательно, мы не задумывались. Но у нас в стране вообще в связи с тем, что были для русско-православной церкви трагические события в XX веке, практически в каждой семье есть своя история восстановления веры, либо вообще новое её приобретение. Вот расскажите вашу историю воцерковления. Если совсем просто, то было всё замечательно. Вот. Потерял берега. И, в общем-то, слава богу, попал в ситуацию, когда стал задумываться не только о материальном, когда понял, что играет значение. Как ты деньги зарабатываешь? Как ты живёшь? И что за всё придётся отвечать. В общем-то, и был поставлен перед жёстким выбором. Не хочется сейчас об этом вспоминать более подробно. Вот. Но так как-то очень чётко и ясно сразу как-то меня направили в общем и... Была ещё интересная история самого крещения. Можете рассказать? А, да. А меня вообще как бы Господь, Он как бы за ухо всёми вел. Я такой не очень послушный. Я... Как раз это вот уже были конец 90-х, 2000-х годов, я уже пришёл к вере, чётко знал, Господь есть, но не крестился. Вот. Лукавый меня всё вводил. Вводил. Да. И в моём бизнесе содержилась такая ситуация, в общем-то, безнадёжная. Мне нужно было решить один вопрос, который, ну вот, реально, на мой взгляд, тогда нерешаем был. И я набрался наглости и говорю, Господи, ну помоги мне это всё сделать. Вот честно пойду и покрещу всё. Прости меня, Господи, за такую дерзость. И, честно, как на раз, вот без всяких усилий с моей стороны, всё раз и сложилось. И люди всё сделали так, как надо, и сказали, как надо. И я, конечно, я обрадовался, забыл обо всех своих обещаниях, жить в шоколаде. И как-то еду на машине, и вдруг машина глохнет. Ни с того, ни с сего. Я тыр-тыр, никак. Что ж такое? Голову поворачиваю. Успенский собор. Это в Ташкенте было. Это центральный храм. И прямо напротив двери в крестильнюю. В то время не нужно было огласительных бесед. В общем-то, можно было прийти в определённое время, там, в определённое... Покреститься сразу. И я так смотрю вот эти двери, храм. И это... Сколько времени? Время определённое. Да, да. День какой? Как раз именно тогда, когда крестят. Время. Через 2-3 минуты начаться обряд должен быть. И я так понимаю, что если я сейчас проигнорирую... Знака. Да. Меня прямо как передёрнуло. Я тут же пуля вылетая из машины, туда забегаю, покупаю крестик, захожу и начинается. И я вот этот момент, я настолько его помню и чувствую, до сих пор. Там, батюшка, там такие вещи так сказал. Вот я точно знаю, что тогда Дух Света сошёл на меня. Потому что такое ощущение было внутреннее. Вот он говорит, что теперь ваша душа как снежное поле, да? Чистое. И я когда выходил, я ощущал вот эту чистую белизну, и мне стало страшно. Как же сейчас, чтобы не наследиться своими следами. Не замарался, да. Да. Потому что я понимал, что я не смогу сразу сходу жить правильно, что, говоришь, без греха. И вот этот страх, как бы не испоганить это всё, вот он до сих пор у меня внутри. Это было событие. Хорошо, очень правильно, что в осознанном возрасте вы это испытали. Я сел и поехал. Машина сразу завелась. Виталий, на сегодня у вас в руках гитара. Да. И вы, как вы уже сказали, вы центр сегодняшнего внимания нашего. Не могу не попросить вас исполнить какую-нибудь свою песню. Я исполню песню. Называется она «Спаси и сохрани». Помню, как в деревню летом часто ездили с отцом. Помню вкусные котлеты, а да, с хрустящим макурцом. А как корова отелилась и как купались мы в реке. Помню бабушка молилась, и все иконы в уголке. Лик свечою освещенный, молча бабушке внимал. А я в то время о некрещенной ничего не понимал. И как наполненные счастьем я запомнил эти дни. А из молитвы Бабы, Настя, лишь спаси и сохрани. Детство растворилось в прошлом. Повзрослел, набрался сил, бегал. В заповеди Божьих и прощения не просил. Торопился жить на свете. И завертелась карусель, а то ловил попутный ветер, а то наскакивал на мель. Сам себе писал законы, но только стал я тосковать. И бабу Настю у иконы чаще начал вспоминать. И в разгар духовной битвы помогали мне они. Те два слова из молитвы, лишь спаси и сохрани. И вроде стал мудрее и старше, и вроде жизнь уже не та. Но если бросить все на чашу, перевесить чернота. А то ли кто-то помолился, но стал чуть-чуть другим уже. Крест на шее появился и надежда на душе. Не уверен, что сумею гири сдвинуть на весах. Но даже если и не успею, я не поверну назад. Тянет к низу злая ноша, нагрешил так и тяни. Я, конечно, грешник Божий, но спаси и сохрани. Тянет к низу злая ноша, нагрешил так и тяни. Я, конечно, грешник Божий, но спаси и сохрани. Я, конечно, грешник Божий, но спаси и сохрани. Большое спасибо. Вот видите, все-таки Господь подает нам знаки, и, возможно, наши родственники, покойные родственники, возможно, они на небесах молятся за нас, поэтому многие из нас приходят к вере. Если они не пришли в молодости, то приходят они в осознанном возрасте. Я уверен в этом. Так и в вашем случае было. Наверняка кто-то молится, потому что всю жизнь я как-то так прожил. Ощущаете чью-то молитву? Да, я вообще убежден, что я родился на земле Николы 19 декабря, и отец Николай Николаевич, я просто убежден, что Николай чудотворец, он заступник по жизни, вот у меня такой мой молитв. Чувствуйте его покровительство, да. Да, покровительство, покровитель ему небесный. Вы знаете, у меня у сухоги тоже 19 декабря. Ух ты. Я у него вот спрашиваю, Маш, ты чувствуешь? Он говорит, ты знаешь, я всегда чувствую тепло. Тепло Николая чудотворца. А у меня интересно еще бывает, всегда какие-то такие важные моменты, мне или вести, или через Николая. Вот подходит человек? Мне Николай зовут. Да, Николай. Ну все ясно. Понятно. Это у меня товарищи с Николаем Волков. В общем-то, вот по божьему промыслу он сыграл в моей жизни большую роль. Мы с ним подружились и как-то так... Ну он такой вот церковленный, не то что я. В общем-то, и он как-то так ненавязчиво меня приобщал. Расскажите, вы ведь осуществили свою мечту. Вы побывали в итальянском городе Барри. Да. На земле, где находится мощь святителя Николая. Да, я как раз приехал в Москву, я ездил там по делам и вернулся в Москву. И у меня был перерыв несколько дней, как раз я думал, чем их занять. И раздается звонок, Николай Волков звонит, говорит, Виталь, поехали мы в баре? А я говорю, когда? А он говорит, ну завтра, послезавтра. Я говорю, у меня шенгенской визы нет. С божьей помощью сделаем. Я не планировал ничего, и в общем-то как-то и денег не было. И я говорю, ну поехали. Я так скоро на подъем. Я вообще путешественник такой по натуре. И я не помню уже в какое православное туристическое агентство мы пришли. И они нам буквально в два дня сделали эту визу шенгенскую. Деньги тут же пришли откуда-то. Я уже не помню, то ли долго дали, то ли еще что-то. В общем-то. И я улетел. Экспронт. Ну я хочу сказать, поездка получилась. Во-первых, у нас в группе оказался батюшка. Мы сейчас дружим. Отец Олег, он из-под Мурома в Карачаеве. Замечательный батюшка. И везде, где мы были, он служил. И все так получилось очень духовно насыщенный. И я просто не ожидал. Там столько святых в Альфе были. Там сколько было мощей святых. Мощей. И в самой базилике в баре. Я не знаю, как словами это передать. Вот когда взрослый человек стоит, и ни с того ни сего слезы льются. Мы там подготовились, причастились и, естественно, приложились. Как раз был накануне праздника, это май был. Вот поднимали мощь, и мы приложились. И как будто он позвал меня, я приехал. И там я, кстати, узнал, как ни странно, в Италии, про Великорецкий крестный ход, который проводится здесь у нас. От Вятки, в сторону реки Великой. Несколько дней там идут люди. Достаточно длинный путь с палатками. Я приехал, узнал про этот ход. Что-то как-то меня зацепило тоже. И говорю Жене с точкой, а что с рюкзаками на природу? Слабо, а давайте. И вот это тоже событие в моей жизни было. Такой мощный духовный заряд и подъемы там получил. Говорят, крестный ход – это такой поход воинства Христова. Вот оно так все и было. Я первый раз увидел, во-первых, столько православных людей вместе. Это, знаете, от горизонта до горизонта река нескончаемая людская. Вот идет и не кончается. Да, Русь православная, с хоругвиями, с молитвами, все там. Молодежи столько. Просто для меня тогда это было удивительно. Вот обычно с телевизора смотришь, там молодежь или пиво пьет. Да, еще что-то там они там в кабаках, а тут вот она. Молодежь-то, Русь она где? Такими вот маленькими этапами я все больше и больше приобщался. И появлялось уже внутреннее желание и в храм чаще прийти, и читать святых отцов. Вообще, когда жажда какой-то духовной пищи появилась, в общем-то. Потому что сразу после крещения авансов, конечно, от Господа было вот так. Аж жутко иногда становилось, ни за что. Просто вот. И понимал, что надо чем-то ответить. В связи с этим сейчас вспомнил фильм, который, наверное, многие видели, «Крестный отец», но там в части 3 герой Аль-Пачино приходит и беседует с епископом. И в конце беседы епископ ему говорит, «А не хотите исповедаться?» Ну и Дон Карлеона отвечает что-то типа, «А смысл в этом особо он не видит, и пользу от этого тоже особо не видит». И он говорит ему в ответ, «Я знаю вас как человека практичного». «А что вы теряете?» И на меня вот эта фраза произвела впечатление. Часто в нашей жизни Господь же знает, немощны мы. Вот нас не требует каких-то таких героических усилий, каких-то невероятных. А вот какие-то мелочи, которые в общем-то ничего не стоят. А мы душу свою можем спасти бессмертно. В наш практический век даже я поначалу к вере я пришел, если так можно сказать, из корыстных побуждений. Потому что я хотел, чтобы у меня с детьми было все хорошо. Я хотел, чтобы у меня с моими близкими было все хорошо. Чтобы у меня было все хорошо. Вот. И если говорить языком того времени, круче Бога никого нет. Зачем мне размениваться по мелочам? И я выбрал для себя. И потом, а потом какая-то потребность возникает. В тесноте промятых кресел Неухоженных квартир Нам привычно интересен Телевизионный мир Телефонные беседы Интернет и вопрос-ответ Виртуальные победы Без побед Только иногда Сглазняк откроет дверь В старом очаге Раздует жар и пыл И напомнит то, во что Когда-то пел Но забыл Глаза не смотрим прямо А тем пачем небеса Ограничена рублями Наша вера в чудеса Сбросив спей Стряхнув усталость И если хочется кричать Мы в который раз Пытались Все начать Только иногда Сквозняк откроет двери В старом очаге Раздует жар и пыл И напомнит то, во что Когда-то верил Но забыл Только иногда Сквозняк откроет двери В старом очаге Раздует жар и пыл И напомнит то, во что Когда-то свято верил Но забыл Только иногда Сквозняк откроет двери В старом очаге Раздует жар и пыл И напомнит то, во что Когда-то свято верил Но забыл Песнет день Промятых кресел Признать Продолжайте Продолжение следует...